Проверка наличия достаточного уровня масла в двигателе. 7 клад, норма, на 3 часа. Стать пилотом для Андрея Бараева было мечтой детства. Каждый раз, когда по небу пролетал вертолет, он поднимал голову и с восторгом разглядывал летающую машину. Воплотить мечту в реальность удалось не сразу. Учеба, бизнес, семья. Только в 37 лет Андрей вновь вспомнил о детских грезах. Семья всегда знала, что я любил небо. Когда я сказал, что я решил пойти учиться на пилота, мне брат подарил сертификат на полет на вертолете. Я взял всю семью, мы приехали на площадку, мы полетали вокруг Москвы. И в конечном итоге я сказал, что я стану пилотом и буду управлять вертолетом. Восемь месяцев учебы в авиацентре и долгожданная лицензия частного пилота получена. Андрей купил вертолет и буквально стал жить в небе. Непередаваемое чувство свободы захватило его, как наркотик. Я в первый раз поднялся на вертолете в воздух. Ну и я понял, что это совершенно другой мир, совершенно другая концепция. Ну, совершенно все по-иному. И затянуло так, что сейчас я не представляю своей жизни без вертолета. Андрей не привык стоять на месте. Ему хотелось развиваться, поэтому два года назад он пришел в вертолетный спорт. Любимое хобби переросло в нечто большее. Сейчас за плечами Андрея участие в крупнейших турнирах планеты. В прошлом году он стал обладателем Кубка мира по вертолетным гонкам, обладателем Кубка наций. Этот год запомнится вторым местом на чемпионате России в категории навигация. Никогда ты не станешь совершенным в этом деле. Постоянно ты получаешь, с каждого полета получаешь что-то новое. Каждый полет индивидуален. После каждого полета я сам разбираю свои ошибки. Сейчас в планах Андрея отточить мастерство, чтобы на следующих соревнованиях выступить без сучка и задоринки. Так что если над вами вдруг закружит вертолет, не пугайтесь. Это наш спортсмен готовится к гонкам.